В зоне юг открытого первенства Республики Башкортостана по футболу среди команд второй лиги состоялся заключительный матч. В первом круге футбольный клуб Кумертау на выезде одержал волевую победу над Салаватским Дюшс ГСК со счетом 2-1. Игра в Кумертау также проходила в равной борьбе. Правда, начало встречи могло обескуражить гостей. После первого тайма футбольный клуб Кумертау выигрывал со счетом 3-0. Голами отметились Саадатов, Илюшин и Фадеев. Все шло к тому, что наши ребята и во втором тайме забьют пару-тройку голов. Но оказалось все не так просто. Гости после перерыва вышли более мотивированными и отыграли два мяча. Это не помогло. Окончательный счет установил Попков, использовав свой момент. В первом тайме у нас все получилось, как мы хотели, как мы планировали. В первом тайме мы все свои моменты реализовали. Как бы победили 3-0. Во втором тайме вышли начало минут 5-10 тоже получалось. Но потом уже, я чувствую, сил у нас осталось поменьше. Команда Салават помоложе. Перебежали нас чуть-чуть. Хочу всех поздравить с победой. Город, хотя несмотря на то, что вторая лига возродилась, я приехал на последний тур, успел. Охота, чтобы наша команда заиграла так, как ярко на примере Шимбая, Стрель-Тамака, которые тоже лет 5 не играли. Но с этого года вернулись в высшую лигу. Хочется пожелать всего лучшего. Ну и детям. Все, чтобы делалось для наших детей, чтобы развивалось. А так, ну, еще раз поздравляю всех с победой. В итоге Кумертау своей победой заносит копилку 3 очка. 16 очками команда финиширует в подгруппе зоны юг вторыми. Первое же место занял футбольный клуб «Стрель-Тамак-2», не потеряв ни одного очка. Вдобавок у них одна игра в запасе, что никак не повлияет на турнирный расклад. Когда команда выигрывает, это всегда приятно. Но, естественно, в каждой игре должен делать замечание тренер. Он видит ошибки тренеров, видит какие-то недосчеты, просчеты. Но самое главное в игре – это результат. Поэтому он на тренировочном процессе разберет игру, чтобы эти ошибки нападающие, защитники, воротари, вообще полевые игроки не допускали в следующем матче. Поэтому на сегодняшний день матч был неплохой, результативный. Для болельщиков очень приятно, когда забиваются ворота очень много голов. Теперь наши земляки будут ждать своего соперника зоны «Север». Будут сыграны стыковые матчи, по итогам которых победившая команда пройдет в первую лигу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».